МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед еженедельным оперативным совещанием губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память погибших накануне жителей Донецка. В воскресенье силами ВСУ был нанесен удар по городскому рынку, где на тот момент находилось много людей. Погибло 27 человек, и еще 25 с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Преступный киевский режим совершил очередной чудовищный террористический акт против мирного населения Донбасса, используя для совершения преступления вооружение, поставляемое странами НАТО. В результате погибли и ранены мирные жители Донецка, среди которых старики, женщины, дети. Губернатор Волгоградской области предложил почтить память погибших минутой молчания, выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Тема оперативного совещания, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, стала предотвращение сезонного роста заболеваемости. Глава региона отметил, что на данный момент санитарно-эпидемиологическая обстановка в Волгограде и области стабильна. Однако резкие колебания температуры воздуха и обильные дожди и снегопады делают эпидемически опасный сезон еще более сложным. В целом по региону заболеваемость находится ниже уровня эпид-порога. Свою роль сыграла своевременная вакцинация. Отдельно отмечу, что прививочная кампания от гриппа проведена в Волгоградской области в плановые сроки. Обеспечено перевыполнение норматива Министерства здравоохранения России, установлено для Волгоградской области. Прививками от гриппа охвачено 57,2% жителей Волгоградской области, что выше среди многолетних значений по региону. При этом Андрей Бочаров отметил, что первые недели 2024 года показали рост заболеваемости вне больничными пневмониями. Для оказания помощи пациентам уже подготовлен резерв – 411 дополнительных коек. Для предотвращения резкого скачка заболеваемости губернатор поставил перед профильными ведомствами целый ряд задач. Необходимо продолжить мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией. Особое обнимание обратить на ситуацию в группах повышенного риска заболеваемости. Прежде всего, среди детей, беременных женщин, людей старшего возраста, специалистов образования, здравоохранения, социальной сферы. Также глава региона поручил обеспечить поддержание необходимого запаса лекарств и быть в готовности при необходимости развернуть дополнительный коечный фонд. В лечебных учреждениях Волгограда и области продолжается соблюдение масочного режима. Отдельное внимание уделяется поддержанию оптимального теплового режима в организациях и учреждениях. Обеспечить в образовательных организациях, социальных учреждениях, учреждениях здравоохранения Волгоградской области комфортный температурный режим в помещениях и строгий входной контроль для общей оценки состояния здоровья людей. Обеспечить проверку и выполнение управляющими компаниями, соблюдение теплового режима в подъездах, местах общего пользования. Кроме того, Андрей Бочаров поручил продолжить разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики гриппа, коронавируса, ОРВИ и других сезонных заболеваний. Ксения Колоскова при поддержке прислужбы аппарата губернатора Волгоградской области. Итоги городского конкурса «Мандариновое настроение» подвели в Волжском на сцене ЦКИ «Октябрь». В преддверии Нового года участники создавали праздничное настроение, украшая дома, учреждения и территории вокруг них. Полет фантазии оказался практически безграничен. В ход шли как необычные украшения, так и подручные средства. Каждый, кто принял участие в этом конкурсе, уже по-своему победил, подарив волжанам праздничное настроение. Мы сделали город ярче, сделали его лучше, прошли замечательные елки, мы встретили все новогодние праздники. У нас впереди много-много интересного в Новом году. Поэтому желаю счастья, любви, здоровья, мандариного настроения в каждом доме и мирного неба над головой. Конкурс проводится в Волжском уже не первый год, и число участников регулярно растет. В этом году жюри предстояло выбрать лучшего в пяти номинациях для учреждений культуры и образования, предприятий, общественных советов, субъектов предпринимательства и НКО. Мы каждый год зажигаем свои огни, зажигаем город яркими эмоциями. И я знаю, что многие мои друзья, многие мои коллеги уже с ноября месяца, 1 ноября приходят, и они уже говорят, когда же объявят конкурс. Поэтому я желаю вам оставаться и в следующем году такими же яркими и креативными. В числе победителей в номинации «Мандариновые огни» получивших специальный приз «Электросамокат» супруги Руслан и Ольга Бушкина, украсившие многоквартирный дом в поселке Краснооктябрьском. Купали полиэстерол, вырезали, рисовали, вырезали, потом красили, всё это выставляли, естественно, ну, прохожие мимо никто не проходил. Там машины проезжают, все вот так там, то есть, ну, как бы интересно было. У нас, как бы, дом двухэтажный, да, двухподъездный, как бы, и дворик маленький, и нам, как бы, хочется, чтобы... Потому что ни у кого в этом доме нету, ну, никто ничего не украшает. Максимум, где-то там мы видим, там где-то огоньки, как бы, ну, хотим украшать. Все участники конкурса получили благодарственные письма главы Болжского. Ксения Колоскова, телеканал «Волгоград-1». Итоги осеннего призыва, проводившегося в регионе с 1 октября по 31 декабря 2023 года, подвели на совещание в администрации Волгоградской области. Провел совещание глава региона Андрей Бочаров. В ходе призывной кампании Волгоградская область в полном объеме выполнила задачу по призыву граждан на военную службу. Отдельно обращаю ваше внимание на то, что граждане, призванные на срочную военную службу, в зону специальной военной операции не направляются. Военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов подробно доложил о ходе призывной кампании. Также были рассмотрены планы призывной работы на 2024 год. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Волгоградские полицейские совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали иностранного гражданина, студента третьего курса одного из учебных заведений региона. Молодой человек подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Предварительно было установлено, что иностранец откликнулся на объявление о работе курьера. Он прошел инструктаж и понял, что стал участником криминальной схемы. Его обязанностью было получение денег у обманутых телефонными мошенниками жителей Волгограда и перевод своим кураторам. Мошенники звонили пожилым волгоградцам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали ошарашенных собеседников, что против них проводится проверка по факту финансирования вооруженных сил Украины. Кроме того, пенсионерам сообщали, что в настоящее время принят закон о запрете хранения дома крупных денежных сумм. Далее к обманутым пенсионерам приезжал курьер и забирал все деньги. Подозреваемый иностранец был задержан после получения 920 тысяч рублей от 78-летней жительницы Ворошиловского района. Следствие известно о причастности студента к трем аналогичным эпизодам. Возбуждены уголовные дела. Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Страшная авария произошла в эти выходные на 587-м километре Саратовской трассы в Дубовском районе. Смертельное ДТП в воскресенье в половине девятого утра спровоцировал 47-летний мужчина за рулем «Газели». Автомашина «Газель» при движении в сторону города Волгограда при совершении обгона выехал на полустречном движении и столкнулся с автомашиной «Рено». От страшного удара грузовик и бензовоз слетели с дороги. «Газель» превратилась в груду искорёженного металла. Водители пассажир от полученных травм скончались до приезда медиков. На месте работало руководство регионального управления госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела полиции. Ксения Голоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. В Светлоярском районе полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 33-летняя женщина в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры со своей знакомой ножницами ударила её в область груди. С проникающей колото-резанной раной грудной клетки 23-летняя девушка была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело. В городе Фролово полицейские задержали подозреваемую в квартирной краже. 34-летняя ранее судимая местная жительница осуществляла уход за пенсионеркой. Когда пожилую женщину забрали в больницу, она воспользовалась оставленными ей ключами и похитила из квартиры ювелирные украшения и 135 тысяч рублей. Похищенные деньги она потратила на погашение кредитов и долгов. Возбуждено уголовное дело. В Волжском полицейские задержали подозреваемого в краже имущества. Установлено, что 34-летний неработающий, ранее судимый мужчина проникал в дачные дома и похищал садовую и бытовую технику. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 6 лет лишения свободы. За минувшие выходные десятки жителей региона пострадали от действий мошенников. Самых больших сумм лишились 65-летняя жительница Кировского района города Волгограда и 51-летняя воспитатель детского сада из Волжского. Обеим потерпевшим поступили звонки от лжебанковских работников. Аферисты сообщили о том, что в системе банка образовались попытки оформления на женщин кредитов, чтобы сохранить сбережения. Мошенники убедили их взять кредиты и перевести денежные средства на так называемый безопасный счет. Волгоградка перечислила более 3 миллионов рублей, а жительница Волжского – почти 4 миллиона рублей. Полиция региона напоминает, что звонки о блокировках счетов и попытках оформления на вас кредитов поступают только от мошенников. Не спешите следовать указаниям. Позвоните в свой банк и узнайте информацию о ваших счетах. Масштабная программа по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений «Модернизация школьных систем образования» инициирована президентом России и реализуется в рамках государственной программы развития образования. Программа, стартовавшая в 2022 году, рассчитана на 5 лет. За это время планируется отремонтировать более 7 тысяч школ по всей стране. Волгоградская область тоже активно включилась в этот проект, и в том числе наш город. Это, скажем так, уникальное событие и явление для нашего города, потому что за всю историю нашей системы образования городской ни одна школа до сегодняшнего момента полностью капитально не ремонтировалась. То есть проводились ремонты на работу различных элементов – кровли, окна, текущий ремонт, как обычно, к началу учебного года. А так именно, чтобы капитальный ремонт от кровли до фундамента, до подвала – такого ни разу не было. И вот нам повезло. Мы эту работу начали предварительно еще в 2022 году, когда разрабатывалась проектно-сметная документация. Проектно-сметная документация разрабатывалась для трех объектов. Средних школ номер 7, 9, а также здания 17-й школы на улице Некрасова. В стенах бывшей третьей школы уже начались демонтажные работы. Подрядные организации определены для всех трех объектов, на каждом из которых предстоит выполнить 14 видов работ. Эти работы подвзимывает проведение капремонта кровли, фасада, оконных блоков, система отопления, электроснабжения, то есть все инженерные сети. Поэтому, естественно, сделать эти работы, как может показаться изначально, за короткий летний период до начала учебного года – это нереально. То есть работа рассчитана на полтора года, это серьезные вложения. Поэтому мы предварительно готовились к этому, готовились педагогические коллективы, родительская общественность, заранее предупреждали о том, что это предстоит. В седьмую и девятую школы подрядчикам предстоит зайти до конца января. На время ремонта для их учеников занятия организованы в других учреждениях. Ребята с коррекционного корпуса школы номер 17 перевели в главное здание на улице Текстильной. Ученики первых-четвертых классов седьмой школы определены в школу номер 19, пятых-одиннадцатых в среднюю школу номер 6. Начальные классы девятой школы ходят на уроки в школу номер 18, учащиеся пятых-одиннадцатых классов в первую школу. Забрав мебель и учебное оборудование, вместе с детьми переехали и их педагоги. Мы старались организовать учебный процесс по новым адресам таким образом, чтобы дети, которые занимались в основных своих зданиях, также вместе с учителями, со своими родными учителями продолжили занятия уже на базе других школ. То есть, если классный руководитель был в этом классе, он так и остается. Если этот учитель математики или русского языка вел занятия у детей, он также у них этих детей будет вести. Да, где-то, значит, школам пришлось потесниться, посмотреть дополнительные помещения. Естественно, что такое количество детей в односменном режиме заниматься не могут, поэтому у нас часть классов, они будут заниматься во вторую смену. Но однозначно, как того требует законодательство, как того требуют нормы санитарные, первые классы, они только в первую смену занимаются, выпускные классы, 9, 10, 11, они только в первую смену занимаются, поэтому здесь для них никаких изменений не произойдет. Вернуться в родные обновленные классы школьники и их учителя смогут 1 сентября 2025 года. Согласно контрактам, все работы должны завершиться не позднее 1 августа будущего года. При этом программой модернизации школьных систем образования предусмотрено не только проведение самого ремонта. Будут закупаться оборудование учебное дополнительно, то есть это мебель, оборудование для пищевлоков. Обязательным условием проведения ремонтных работ это создание антитеррористической защищенности, то есть условия безопасности пребывания детей и сотрудников учреждения. То есть это контроль доступа, система тревожной сигнализации, видеонаблюдение, то есть все, что требует законодательства. Обязательно после капитального ремонта в каждой школе появятся школьные центры самоуправления для детей, где они могут заниматься творческой деятельностью, проводить различные собрания, реализовывать проекты. То есть это вот новшество. Обязательно все педагоги школ, которые ремонтируются до начала 1 сентября 2025 года, должны пройти курсовую переподготовку, то есть чтобы уже и педагоги, учащиеся после капремонта, занимались в современных комфортных условиях, что и предполагает реализация этого проекта. Капитальный ремонт зданий, обновление школьной инфраструктуры, повышение квалификации учителей. Итогом реализации проекта станет создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты. Праздник зимнего спорта собрал полторы сотни человек. По традиции первыми стартовали самые юные участники, вышедшие на дистанцию 1200 метров. Ради спортивного интереса на лыжне компанию сыну Артему составила Мария Лепская. Ехал нормально, я еще не привык, как правильно ездить. Мама начала мне там говорить. Давай профессиональные подсказки. Да, и каждый раз, когда она начинала говорить, я падала. Я лет 8 назад ходила на лыжах, ну и вот сейчас прошла вместе с детской гонкой. Ну, понятно, всех детей надо поддержать, этого направить, тут поднять, тут самой научиться. А второй круг уже пошла просто для себя, когда уже трасса пустая. Ну, это просто, это вот чисто восторг, когда снежная трасса, вот этот вот скрип снега, солнышко, ели, елки. Это такое отличное настроение, это столько позитива. Позитива всем участникам добавило присутствие настоящего Деда Мороза, в роли которого выступил Виктор Бородин. В лишних представлениях не нуждающийся. Зимний волшебник присоединился к самому массовому забегу на 2,5 километра. На дистанции можно было заметить активистов городского отделения «Движение первых». Воспитанников Центра помощи детям – команду объединения спортивный туризм из детско-юношеского центра. Как всегда, мастерством блеснули неувидающие ветераны любительского спорта. Систематически, начиная с 2009 года, уже 15 лет подряд участвую ежегодно в Лыжной России по ветеранам и занимаю призовые места. Сегодня пробежали гонку 5 километров. Главное – участие, а результат уже какой будет, такой примем всегда. Среди ветеранов 62-летний Сергей Амищенко в итоге оказался на пятерке лучшим. Один из победителей воскресных соревнований – преподаватель физкультуры в Камышинском индустриально-педагогическом колледже. На Лыжи Сергей Васильевич встал в 1978 году во время учебы в сельскохозяйственном техникуме. Преподаватель физической культуры меня, как сказать, послал в секцию по лыжам, которая была на стадионе «Авангард». И вот с тех пор я полюбил лыжи, так и продолжаю не бросать этот вид спорта. Это здорово, хорошая погода, морозная, прекрасное настроение, сегодня солнышко, снег. И очень здорово, люблю заниматься лыжами. На следующем турнире Сергей Амищенко надеется увидеть своих студентов. С нового учебного года в программу физической подготовки войдут лыжи. Еще в детстве этим видом спорта увлеклась художница Юлия Вайнбергер, также преодолевшая 5 километров. Девушка родом из Воркуты. Как и в любом другом северном регионе, лыжи в республике Коме в большом почете. С детства лыжи люблю, но последние годы зима не очень снежная, поэтому каталась мало. В этом году впервые встала на лыжи, вот сегодня их достала, вчера от пыли отряхнула. Трасса хорошая, много подъемов, вот это тяжело, но когда с горки легко. Юлию вместе со всеми остальными участниками гонки на лыжную трассу в 20-ти градусный мороз привела огромная любовь к спорту и здоровому образу жизни. По традиции наградами отметили младшего и самого возрастного лыжника. Ими оказались Тимофей Гниловщенко и Анатолий Рожихин, 40-го года рождения. В своих возрастных категориях первые места заняли Петр Сячин, Марта Адаменко, Николай Евсеев, Данила и Анна Шульга, Диана Имашева, Анастасия Журавлёва, Сергей Онищенко, Ирина Пучкова. Абсолютными победителями чемпионата стали Анна Евсеева и Вячеслав Иванов. Александр Маяков, Сергей Пехталев, Камышин ТВ. Прогноз свободы представляет сеть магазинов «Волгоградский пуховый платок». Уютная одежда для комфортной зимы. Волгоградский пуховый платок. Тёплые подарки для вас и ваших близких. Волгоград. Рабочий Крестьянская 9 и Советская 17. Волжский ТРК Волгомол. Сегодня ночью и завтра днём по области. В Волгограде ясно, без осадков. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 15, минус 14, днём минус 11 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова